И сегодня мы продолжаем с вами тему серию проповедей, которая называется «Личное взаимоотношение с Богом». Часть номер три. Лично для меня эта тема очень близка, очень дорога моему сердцу. И если вы пропустили предыдущие темы, я хочу сделать короткий обзор первой и второй части. Мы говорили с вами в первой части о том, что Бог, Он первый, Он сам желает иметь отношение с человеком. Бог создал человека, как написано в Деяниях 17, для того, чтобы люди искали Бога. Это была его цель, причина создания человека. Финальная цель человека, чтобы человек нашел Господа. Чтобы люди искали Бога. С какой целью? Конечно же, чтобы общаться с Ним. Дальше мы с вами говорили о важности взаимоотношениях. Мы говорили с вами о разных уровнях взаимоотношений с Богом. Например, есть отношения вражеские, есть отношения общие, такие как на уровне знакомств. Есть отношения дружеские, а есть самые глубокие — это личные. И в зависимости от того, на каком уровне человек находится в взаимоотношениях с Богом, это определяет его, это определяет, ему дают какие-то права и определяет результаты определенные, которых человек старается достичь. Также мы с вами говорили, как это работает на практике. Что такое личные взаимоотношения с Богом? Это значит, есть время, когда ты Богу что-то говоришь. Есть время, когда ты от Бога что-то слышишь, получаешь. И есть время, когда ты для Бога что-то делаешь. И мы с вами говорили о том, что для нас вызов, для верующих, вызов в том, что мы понимаем, как Богу сказать. Это мы делаем в молитве. Но мы часто не научены или не совсем знаем, как от Бога слышать или получать от Бога какое-то вразумление в свой дух. То есть слышать от Господа. И об этом написано евреям, например, 3 глава. Когда вы услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших. Написано также в Писании, что с праведным у Него общение. Мы говорим с вами о взаимоотношениях с Богом и подразумеваем, что это общение, а не просто монолог. Это уровень, которому мы, как верующие люди, можем стремиться и достигать. Также мы с вами говорили о том, что оригинальный план Бога в Едемском саду, когда был Адам и Ева, то у Адама и Евы у них не было никаких нужд. У них не было нужд о физическом здоровье, о детях детей не было. У них не было еще тогда болезней, финансовых проблем. Но они имели общение с Богом. Это говорит о том, что общение с Богом, взаимоотношения – это что-то большее, чем просто наши просьбы и нужды. Переходим ко второй части. Во второй части мы с вами говорили о том, какие есть показатели личных взаимоотношений с Богом. Если верующий человек думает, что я имею или я знаю, что такое отношение с Богом, то есть несколько таких показателей, которые могут нам себе помочь, самого себя проверить. Например, если человек имеет отношение с Богом, первый показатель – это постоянство в общении с Ним. Постоянное, регулярное, стабильное общение с Господом. Второе. Мы с вами говорили, что место встречи – это уединенное место, где человек специально отделяет себя, уединяется для того, чтобы без всяких отвлечений иметь, опять же, время качественного общения с Господом. Дальше мы с вами говорили еще один показатель – это качество и продолжительность общения с Богом. Мы с вами все понимаем, что личные взаимоотношения или глубокие общения за пять минут не решаются. Но, к сожалению, часто бывают такие наши молитвы или отношения с Господом. Поэтому качество или продолжительность общения – тоже один из показателей наших взаимоотношений с Господом. Христос обличал фарисеев и говорил о том, что устами своими они чтут меня, а сердце же их далеко от меня. И мы с вами затрагивали тот вопрос, что много бывает даже верующие, которые давно верят в Бога, они часто машинально как-то обращаются к Богу, и в этом нет ничего плохого. Но хочется немножко глубже, хочется немножко искренней, чтобы человек с сердцем своим имел вот эту связь с Богом. Дальше мы с вами говорили о том, еще один из показателей – это мотив общения. Если человек имеет личное взаимоотношение с Богом, то его мотивы, они будут намного глубже, чем просто «Господи, дай, дай». Вы знаете, одно из имен Бога – это Эль-Шадай. Оно нам нравится, потому что там есть слово «Эль-Шадай». Но отношения, они намного становятся глубже и интересней, когда человек приходит к Господу без всяких особых нужд. Когда он это делает не на глазах у других. Когда его мотив – просто наслаждение Божьим присутствием и общением с Ним. И последнее – это жажда общения. Человек, который имеет отношение с Богом, у него есть это желание внутри. Его не надо заставлять, не надо прессовать, толкать, как-то пугать. Если ты с Богом не пообщаешься, то будет тебе то и то. Нет, в нем это желание заложено. И один из таких показателей – это когда у нас внутри просыпается чувство скуки по Богу. Когда человек, если он по каким-либо причинам какое-то время не общался с Господом, не имел этого стабильного отношения, личной связи с Ним, он начинает скучать. Скучать об этом времени, спокойном, тихом, глубоком общении с Богом. Вот показатели личных отношений. Это как тест для нас. И сейчас мы с вами завершили обзор первой и второй части, а теперь переходим к третьей части, где мы сегодня с вами рассмотрим примеры в Писании личных взаимоотношений с Богом. И начнем с Моисея. Исход, 33 глава, 11 стих. Там написано так. «И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Мне кажется, здесь такой серьезный вызов. Серьезный, глубокий, глубокое общение. Планка поднята очень высоко. И давайте попробуем порассуждать об этом примере, который мы видим в Писании. Это были, мы явно видим, близкие отношения. Мы видим, что в этих отношениях описан диалог. Говорили они друг с другом. И написано, что он общался с ним лицом к лицу, как бы кто говорил с другом. Видите, здесь снова подчеркиваются близкие, близкие отношения с другом. И, кстати, в разных переводах и разных языках употребляется слово «друг». Это вот уровень отношений, к которым мы можем стремиться. Сначала хочется прокомментировать и объяснить вопрос, что значит он говорил лицом к лицу. Написано в другом, в Писании написано, что Бога никто не видел. А здесь написано, что он общался лицом к лицу. И здесь важно объяснить, что это не имеется в виду, что он физически видел Бога. Не имеется в виду, что он физически с ним вот так вот лицом к лицу, близко виделся или общался. Но здесь выражается именно в этом месте, в этом контексте, очень близость, близость, близость с Господом. И в других некоторых местах Писания мы с вами находим, где написано, что «Ищите Господа и ищите лица Его всегда». Это снова еще одно приглашение к тому, чтобы люди искали близости с Богом, искали взаимоотношений с Богом, искали Его лица, снова же значение имеется в виду близости с Господом. И написано «Искали Его всегда». Один из показателей личных взаимоотношений с Богом, одно пожелание, как-то я слышал, оно звучит так, что «Не приходите к Господу только тогда, когда трудно, а приходите к Нему даже тогда, когда все хорошо». И тогда, когда будет трудно, то вы придете к Нему с дерзновением и смелостью. Вот это вот значение «Ищите Господа и лица Его всегда», иначе мы обязательно будем искать и найдем что-то другое. И здесь вот в этом примере показано вот уровень, высокий уровень взаимоотношений человека с Богом. Интересно еще заметить, что в Таразаконе 34 глава написано, что Моисей был вот редкий, один вот из таких вот людей, который имел такую особую близость. И здесь вот в этом примере мы также можем видеть, что есть еще и Божья инициатива, с кем он хочет иметь отношение именно на таком глубочайшем, высочайшем уровне. Есть наша инициатива, когда мы жаждем Бога, ищем, имеем вот этот поиск глубокий внутри, в сердце. А есть еще и Божья. И вот о нем об этом так и написано, как я сказал в Таразаконе 34 глава. И здесь мы видим также, что Бог имеет каждому человеку индивидуальный подход именно в взаимоотношениях с Ним. И здесь мы видим также, что в взаимоотношениях с Богом человек вот может достигать, достигать или ставить такие вот цели взаимоотношений намного больше, чем просто-просто обыкновенная дежурная молитва. Здесь мы также видим, что отношения с Богом могут развиваться. Например, если мы посмотрим на Моисея, то мы, если начнем сначала, то вы помните, что Моисей вначале, он знаменит тем, что он стал принцем Египта, потом он стал известным, потому что он убил человека. Помните, это этот же Божий человек, Моисей, он сначала убил, потом он убежал. Мы не знаем, какие были уровни отношений тогда. Потом мы знаем, что была пустыня. Какие там были отношения или поиск этого человека, Моисея. Потом мы знаем, что был огненный куст. Потом гора Синай. И потом вот эти близкие-близкие отношения, где Бог говорил с ним как с другом. Но вы видите вот эти этапы развития отношений на примере Моисея. Я хочу обратить ваше внимание еще на одну очень важную вещь. Я вижу в этом принцип божественный, который очень влияет на отношения человека с Богом. Один из важнейших принципов – это послушание человека Богу. Бог давал Моисею очень нестандартные задания. Бог давал Моисею, говорил ему делать то, что казалось, наверное, странным. И тогда, и сегодня, возможно, было бы странным. И вот насколько человек способен слушаться, верить и исполнять волю Божью, это всегда будет приближать и развивать отношения с Богом. Если мы посмотрим на Моисея, то вот каждый раз, когда он слушал Бога, исполнял то, что Бог ему говорил, хотя вначале он там отказывался, у него была очень такая низкая самооценка, у него была неуверенность, недостатки, но каждое послушание Богу их приближало. Поэтому сегодня для нас это напоминание, что не только знание нам важно, но и послушание, как я говорил в прошлый раз, исполнение Писания. Исполнение – вот что важно. «Вы будете моими учениками», – Христос сказал, «если вы исполняете, не только знаете, но и исполняете». И вот таким одним примером мы с вами посмотрели, как могут развиваться наши взаимоотношения. Дальше давайте посмотрим Даниила. Даниила, 6 глава, написано о нем так, что он три раза в день преклонял колени и молился. Своему Богу славословил его, как это делал он и прежде. Обращаю внимание, во-первых, на постоянство этого человека в молитве, постоянство в взаимоотношениях с Богом. Интересно, что он это делал, написано, как и прежде. То есть, когда было хорошо и когда было плохо. Он здесь молился в этой ситуации в контексте из-за того, что был выдан указ. Указ о том, что кто будет молиться другому Богу, тот будет предан смерти. Но Даниила это вообще не испугало. Он был смел даже перед угрозой смерти. И вот это его отношение с Богом, оно проявлялось в его постоянстве еще давно, давно, еще до этого, как он делал это и прежде, и раньше. И когда приходит беда в его жизнь, он знает, в кого он верит. Он знает, с кем он имеет дело. Он смел, как лев. И как раз он с этими львами и повстречался. Это вот личное взаимоотношение с Богом. Хотя, можно сказать, что Даниил на то время он был, ну так можно по-современному выразиться, очень занятый, крутой бизнесмен. Он был в управлении, в царстве. Он был менеджер. И можно сказать, что у него было тысячи причин, почему не иметь отношений с Богом, просто потому, что он занят. Он не против Бога, он просто занят. Сегодня многие люди, они тоже не против Бога, но просто не имеем времени для него. Мы заняты. Но вот здесь вот снова пример, когда это вопрос не занятости, вопрос приоритетов, вопрос жажды и желания. И мне кажется, я вам уже это говорил, что если бы я мог единственное, что я мог, если бы я смог научить своих детей личных взаимоотношениям с Богом, я думаю, что они в жизни не потеряются. Насколько я верю, что это важно, важно для любого христианина, иметь вот эти личные отношения с Богом. Также можно сказать и за Давида, который тоже имел близкие отношения с Господом. Но давайте с вами подведемся дальше и поговорим о Иисусе Христе. О нем мы тоже в Писании находим много примеров его личных взаимоотношений с Отцом Небесным. Начнем с вами с Луки, 5 глава, 16 стих. Написано, «Он, Христос, уходил в пустынные места и молился». Хочу подметить, что Он уходил умышленно в пустынные места, где Он изолировал себя от людей, от общества, брал специально, искал время и находил место, где Он мог быть без всяких отвлечений в общении с Отцом. Луки, 9 глава, 18 стих написано «Одно время, когда Он молился в уединенном месте». Снова и снова пример за примером, где Христос имел личное взаимоотношение с Богом, личное время в молитве, где Он снова уединялся, искал общение. Матфея, 26 глава, 36 стих. Там написано и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я и пойду помолюсь там». Вот это для меня пример немножко непонятный. На первое время кажется, ну, Христос, но как ты мог сделать такое предложение? Посмотрите вот на жесты. Друзья, братья и сестры, вы помолитесь тут, так написано в Библии, а я пойду и помолюсь там. Зачем? Значит, здесь молятся, скажем, более низкий класс, второй уровень, а вот там молятся, ну, такой, более высокий класс, особые духовные люди. Разные вопросы приходят в голову. Или же можно спросить, «Господи, но ведь ты же всегда был за единство». И даже написано о том, что ты молился о единстве. Ну, раз такая ситуация, такой случай удобный, так давайте же организуем молитву общую, такую мощную, единую, вместе согласимся, объединимся и вместе помолимся. «Господи, зачем такое разделение? К чему? К чему? К чему такое разделение? Зачем одних отправлять молиться туда, а самому уходить молиться в другое место?» Правда, интересные вопросы. Здесь важно подметить, что Христос не против общих молитв. Он на них был, присутствовал, вместе молился, в храме бывал, молился. Мы это видим в Писании, но личная молитва никогда не заменит общую, никогда. Вот эта ценность, ценность, которую выделяет, подчеркивает Христос. Еще один пример подобный, который подтверждает эту же мысль, Луки 22, 40. Написано, сказал им, «Молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Сам отошел от них, отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился». Видите, как важно, вот бывают периоды в жизни, и Христос это очень ярко показывает, что есть время для личного общения с Богом, где только ты и Бог. Там не может быть других. Только ты и Бог. Один на один. Уединенное общение с Господом. Матфея 14, 23 написано, «И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один». И снова кажется, «Господи, ну если народ уже здесь есть, ну давай сделаем эту молитву с народом». Это на своем месте. Общая молитва с народом – это нормально. Но есть время, когда он показывает. Нужно обязательно, обязательно искать уединение, где ты сам, где только ты и Бог. Там, где ты проверяешься не в толпе, а именно ты. И твои отношения, твой интерес, твоя глубина, продолжительность, желание, жажда, время, постоянство, место. Вот это все показатели, которые проявляются в твоем отношении к Богу. И он оставлял народ, оставлял людей, уходил, уединялся. И да, Христос много учил, много говорил благословенных проповедей, служил людям. Но помните, что часто это было после его уединенных молитв, общений, где он заряжался, где он обновлялся, где он получал что-то и потом приходил и отдавал это, вкладывал и служил другим. И теперь интересный вопрос, что касаясь уже нас самих лично. Какие у тебя сегодня личные взаимоотношения с Господом? Что у тебя в жизни честно ты можешь рассказать, как это работает лично в твоей жизни? Луки 11 глава написано, случилось так, что когда он в одном месте молился и перестал, то один из учеников сказал ему, Господи, научи нас молиться. И я так думаю, что ученики слышали, как Христос молился и раньше. Не раз, наверное, были свидетелями его молитв. Но интересно на то, что возможно что-то они поняли для себя, что есть в молитве что-то больше, что-то глубже, чем то, что я знаю на сегодня. И здесь не просто как бы есть одна сторона, которую можно объяснять и толковать, эта молитва очень наша. Но я хотел бы обращать ваше внимание на другой смысл. Это осознание того, что несмотря на то, что я уже молюсь давно и вроде понимаю, как я это делаю, возможно, я не до конца осознаю глубину, вкус молитвы. Возможно, я еще не до конца умею или знаю, как в молитве слышать в духе голос Божий. Как иногда получать ответы, вразумление, как иметь вот это общение с Господом. И поэтому сегодня, возможно, каждый из нас может сказать, Господи, и я обращаюсь с этим же вопросом к Тебе. Научи меня молиться по-другому. Я хочу глубже, я хочу больше. Откровение 3 глава 20 стих дает еще одну иллюстрацию вот этого общения с Господом. Знаменитый стих все стою у двери и стучу. Кто услышит голос Мой, тот отворит. Но здесь интересно написано дальше «И я войду к Нему и буду вечерять с Ним». Здесь очень ярко подчеркивается, что Христос хочет не просто с нами открыть дверь, сказать «Привет, ты жив, здоровый?» и закрыл дверь. Какие у тебя нужды? Вопросы есть? Нет? Закрыл дверь. Написано почему-то вот он будет вечерять. По-английски написано будет обедать. написано в некоторых переводах будет обедать и общаться как с другом. Снова и снова это утверждает вот это желание Бога общаться с человеком. И мы с вами говорили, что пообедать, вот поужинать за пять минут ну нельзя. Или по крайней мере можно, но можно и подавиться. А вот чтобы общаться и хотя бы поужинать нормально, для этого надо время. Ну хотя бы полчасика, обычно час. вот это иллюстрация общения с Богом. Но заметьте, что стучит. Не врывается, стучит. А у нас обычно одна надпись Бези. Господи, не против, люблю и уважаю, но приходи в другой раз. Бези. Я занят. Хочется немножко поговорить с вами в следующий пункт. Бог имеет личный подход к каждому. Подход к каждому человеку. И это проявляется создание, самого создания человека, где каждый человек имеет разные отпечатки пальцев. Правда, очень интересно, почему так Бог придумал, почему Бог так создал человека. Индивидуально каждый отличается, даже начиная с пальцев и отпечатков пальцев. И начиная с Адама в Едемском саду, Бог уже показывает его желание общаться с человеком. И дальше мы видим, что Бог желает услышать каждого человека лично. В этом тоже проявляется вот эта мысль, что Бог имеет личный подход к каждому человеку и желает услышать каждого лично. Когда мы стоим, например, в толпе, в церкви, в собрании, и все вроде бы молятся церковь, это не значит, что ты молишься. Бывает иногда в некоторых церквях практикуют молитвы за нужды. Знаете, вот там прочитали, сказали и говорят, теперь помолимся за нужды. Давайте такой честный диалог. Все ли молятся об этом? Ну, давай просто ты, сам себе ответь. На самом деле, если ты стоишь в толпе, это не значит, что ты молишься. Не значит, что ты переживаешь и участвуешь в этой нужде. Честно, наверное, я просто жду, ну, пережидаю, ради уважения подожду там, ну, три минуты, и потом мы разойдемся по ресторанам. Вот здесь вот как бы показывается, что быть частью массы толпы, это еще не значит иметь личное отношение с Богом. Или, когда вот, знаете, вопросы задают, братья и сестры, как вы думаете, где написано такое-то местописание? Кто-то из толпы выкрикнул правильный ответ, и мы говорим, вот вы знаете. На самом деле, это может быть два человека знают, а мы как бы типа там сбоку, мы, 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 мы духовные, мы вместе, мы молимся, мы знаем. Но когда вопрос стоит личности, вот стоит тебя изолировать, и где-то, если ты попадешь, не дай Бог, в какое-то забитое село, деревню, где нету церкви, в пустыню, в какой-нибудь там остров, ты сразу поймешь, что на самом деле сам, лично ты, твоя вера и твое христианство, оно очень мелкое. Ты поймешь, что тебе страшно, и пришло время по-настоящему знакомиться с Богом и начинать с Ним как-то строить отношения. Потому что ты сам. Вот почему важно иметь эти взаимоотношения, уже их строить, чтобы когда ты будешь сам, если где-то такое случится, чтобы ты не растерялся и не потерялся в этой жизни. Римлянам 10 глава написано, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. По-английски написано everyone, то есть каждый. Не мы все вот так вот призовем имя Господне, не мама за нас вот так вот желает, чтобы ты был верующий, а ты, лично ты, каждый, всякий, каждый человек, кто выберет сам, лично, его инициатива, его умышленное решение, я хочу, я выбираю Господа, я к Нему лично обращаюсь, я в Него лично верю, каюсь, принимаю. Вот снова еще одно подтверждение, что Бог желает каждого услышать индивидуально. Еще один пример Марка 10, 51. Иисус встречается со слепым человеком и спрашивает у Него, чего ты хочешь от Меня? Дальше не читаю. Интрига, что же слепой хотел? Как вы думаете? Не читайте текст дальше. Логично, правда? Логика вся кричит. Если бы мы там были, то мы бы так подошли к Христу и так скромно бы подсказали Ему. Христос, я думаю, что я знаю, что Он хочет. Хочет тебе подскажу. Он, наверное, хочет видеть, прозреть. Христос так повернулся, сказал, спасибо. Присаживайтесь. Думаете, Христос не знал, что хочет слепой? Только мы знаем. Кажется, такой вопрос, кажется, ну, нелогичный. Но вы знаете, в чем здесь вот, в чем здесь смысл? Христос желает услышать каждого, потому что в этом проявляется твое желание, личное, твое. Это твоя вера должна говорить. Не мама за тебя, помолитесь за него, потому что сынок хочет покаяться. Слышали такое? У нас сынок стоит. Он очень хочет. Мама так решила. Так вот здесь вот имеется как раз это в виду, что я хочу прозреть. Я верю. Я к тебе, Господи, обращаюсь. Я лично. Вот пару таких вот иллюстраций нам очень ярко показывает, что Бог хочет людей, ну, как я сказал, в толпе это один уровень, а вот лично слышать и лично иметь общение, взаимоотношения. Это другой уровень. Другой уровень взаимоотношений. Вот почему нам важно иметь личное познание и отношение с Господом. В людях, если вы замечаете, заложена вообще потребность к личному. Заложено внутри вот этот поиск личного. Независимо, даже если вы окружены хорошими людьми, и у вас хорошее настроение, бывают такие моменты, когда вам хочется побыть наедине, правда? Как-то необъяснимо. Хочется как-то извиниться и перед женой, и извиниться перед людьми. Вот next slide. Вот просто хочется вот побыть наедине. Просто самому. И в этом, например, примеры практически, когда человек хочет попросить прощения, часто вот, да, наедине он это делает. Хочет получить совет качественный, снова ищет личные встречи, наедине. И многие другие моменты, как ощущение любви и заботы. Если я скажу, я вас люблю, но видите, вы даже не отреагировали. Если я кому-то по имени скажу, тебя лично люблю, то здесь как-то оно по-другому ощущается. Вот здесь вот хочется, хочется вот как-то по-другому это переживается. Вот поиск, поиск, поиск вот этого личного, оно у нас как-то заложено внутри. И в людях вот оно, хочется спросить, кем это придумано? Почему мы иногда ищем вот такого вот именно личного? В людях заложена вот эта потребность к личному. Нет, вы слишком быстро пошли, слайд нужно назад вернуть. Хочется снова вернуть еще одну мысль обсудить с вами. Это вот сравнение личных взаимоотношений с общими. Личных с общими. Например, в близких взаимоотношениях третий, третий всегда будет лишний. Это очень понятно между людьми, которые любят друг друга, да? Есть время личного, близкого отношения с ним, а есть общее, то есть совместное время. Служений, молитв и так далее. И здесь нам важно понять, что когда ты с Богом общаешься лично, и когда ты с Богом пытаешься соединиться среди людей, то важно здесь тоже понимать, что есть разница, когда ты дома, сам, в своей спальне, то ты можешь делать вещи, которые ты имеешь право делать только у себя в спальне, у себя в комнате, в своем доме за закрытой дверью. Правда? И когда ты выходишь на публику, на людей, ты уже себя так не ведешь, так не одеваешься. Вот точно такие же некоторые принципы должны соблюдаться и в наших отношениях с Богом. Когда ты с Богом лично общаешься, лично молишься за закрытой дверью, ты там можешь себе позволить что-то большее. Ты там можешь лежать на полу, лежа. Тебя никто не осудит, тебя никто не видит, в принципе, даже никто не может иметь мнение. Ты там можешь к Богу вопиять громко, можешь рыдать, можешь кричать, можешь тихо молчать. Ты там сам. Ты можешь там кривиться, ты можешь закрывать глаза и никого не видеть. Ты там сам. Ты и Бог. И все. Вот это твое личное отношение. Вот это твое время. Но потом есть время, когда мы приходим на общее служение, на общее молитвы, церковь. И здесь уже нужно не забывать, что здесь уже ты не сам. Это уже не твоя комната, уже не твоя спальня. Здесь уже нужно учитывать какие-то принципы или манеры, где ты не должен привлекать внимание к себе. Не должен привлекать к себе. Не должен как-то выделяться, как-то особенно. Да, бывают какие-то исключения, когда ты исполняешься особо Духом Святым. Это исключение. Но, в общем, надо просто понимать, что есть личная тайная комната. Вот почему важно, чтобы она была. А есть и общее служение и молитвы. И, знаете, вот поэтому в этом контексте можно еще добавить, что часто вот люди, у них нет общения или нет молитвы, если нет определенных условий. Условий. Например, одно из условий для молитвы может быть музыка. Очень такое современное движение, тренд сегодня. Особенно, например, среди молодежи. Есть как бы категория людей, которые не могут молиться, не могут общаться с Богом, если нет музыки. Это вот те условия определенные, о которых я сейчас пытаюсь как бы объяснить. Вот, например, музыка есть, мы молимся. И так вроде бы все так классно, все так как бы духовно, все так хорошо, все так заряжены, все как бы молятся. Потом раз выключили музыку, и так все растерялись. Хочется сказать, ребята, в чем дело? Что за проблема? Ну, продолжайте молиться. Ну как? There is no worship. Или другой вариант, когда люди молятся, 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 потом раз музыка включилась или заиграла, и тут растерялась другая категория людей, может быть, другая категория по возрасту. Типа, вы что? Что случилось? Как это? Молиться? Как это? Вот эти условия созданные, они уже не мои. И люди снова растерялись. И когда я прихожу к молодежи, то я им говорю, друзья, вы знаете, что такое личное взаимоотношение с Богом или уровень молитвы? Уровень вот этих условий, насколько твои отношения могут колебаться от обстоятельств? Если выключили музыку, то ты даже не знаешь, как молиться. Куда сдулась вся духовность? Куда она делась? От чего она зависит? От твоих отношений или от музыки? И теперь можно подумать и наоборот точно так же. Включили музыку, и человек тоже растерялся, бубнит, ропщет, типа, как это? Вы знаете, когда в тюрьме сидели верующие люди за веру во Христа, то там иногда делали фильмы, советские включали. А верующие, кто сидели в тюрьме за веру в Бога, они не ходили смотреть фильмы. Они оставались и молились в своих там коптерках, комнатах. И вот рассказывают они, знаете, что делали специально те безбожники, которые там были в тюрьмах, они включали эти фильмы очень громко. Ну вот, очень громко. И там было с музыкой, без музыки, но очень громко. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, это повлияло на их молитву? На верующих, которые сидели в тюрьме? Когда включали музыку громко и фильмы включали специально громко. Как вы думаете? Правильно. На них это не влияло. Знаете почему? Потому что их молитва не зависит от музыки и фильма. Интересный поинт, правда? Как сегодня мы можем реагировать на разные обстоятельства в своих отношениях с Господом. Поэтому наши взаимоотношения должны быть намного глубже и больше. Да, конечно, кому-то нравится больше так, кому-то нет. Это без проблем. Мы уважаем каждый стиль и вкус. Вот почему для этого нужна и личная тайная комната. Там, где ты как хочешь. Хочешь с музыкой, хочешь без музыки, как хочешь. Главное, чтобы было отношения. Вот это важно. А иначе этот уровень наш, он очень мелкий, мелковатый. Вот почему сегодня нам важно самому себе признаться, на каком уровне отношений сегодня я с моим Господом. И следующий пункт, последний, над которым мы остановимся, это результаты или последствия личных взаимоотношений с Господом. В чем же польза? Какие же результаты или последствия отношений с Господом? Next slide. И первый из них это любовь к людям. Если человек имеет личные взаимоотношения с Господом, он обязательно, как следствие, как результат этих отношений с Богом, он будет любить людей. Потому что Писание говорит, что Бог есть любовь. Он есть источник любви. Я часто говорю парам семейным, которые пытаются как-то исправить вот любовь, которая нарушена, отношения, которые нарушены, и не тратят деньги на большой ресторан, крутой, дорогой, на какой-то подарок. И я говорю, это нормально, это можно делать, это не помешает. Любви, романтики это не повредит. Но важно помнить, важно помнить, что чтобы исправить любовь, чтобы ее вернуть, то источник любви он не покупается, это не дейт, это не свидание. И даже не подарок. А источник любви это Бог. Поэтому важно, чтобы твои отношения, твоя связь, чтобы ты получал заряд и заряжался от Бога. И когда ты будешь иметь любовь Божью в себе, вот это будет отражаться и на твою жену, и на твоего мужа. Оно обязательно будет проявляться в хорошем плане, обязательно. Человек, он не может не любить людей, если он любит Бога. Если он имеет отношение с Богом, он не может не любить людей. Пример Моисея, снова же, к которому мы вернемся, две иллюстрации. Первая, это когда он умолял Бога и говорил, Господи, не истребляй этот народ. Помните, когда Бог хотел погубить израильский народ? Моисей умолял и говорил, Господи, не истребляй, он стоял в проломе за народ, сказал, Господи, если что, то и меня убей. И вторая иллюстрация, он сам убил. Видите, отрезок времени? Я просто переставил события не в хронологическом порядке, и между этим был такой серьезный период отношений с Богом. И потом, вы видите, какое влияние, какое вот это влияние, которое проявляется в любви к людям. Сначала убивал, а потом сам говорил, Господи, их не трогай, хотя они же его доставали. Ой-ой-ой-ой-ой. Сегодня бы кто-то сказал, честно, я бы сам бы их поубивал. А Моисей говорит, Господи, не трогай их. Не трогай их. Да, они народ дерзкий, они твердолобые, они жестокосердечные, они ропотники, им не угодишь. Но, Господи, пожалуйста, пожалуйста, Господи, помилуй их. Откуда эта любовь? Откуда любовь к людям? Откуда отношения с Богом? Личное взаимоотношение с Богом это последствия, это результат любви. Это заряд Божий, божественной любовью, которая проявляется потом к людям. И вы знаете, что это трудно любить людей. Трудно любить людей, если муж, жена предали. Трудно любить, если обидели, если наклеветали, если какой-то серьезный был конфликт, если обманули на деньги. Вот очень трудно любить людей. 1 Иоанна 4.20 написано, кто говорит, я люблю Бога. Есть такие люди в зале? Себе тихонько можете сказать, я люблю Бога. И потом, а брата, сестру, соседа, босса, жену ненавидит, не любит, недолюбливает, которого видит. То дальше, как может любить Бога? Написано, такой человек лжец, обманщик, обманывает сам себя. Сам себе внушает, что я люблю людей, на самом деле он их не любит. И он при этом утешает себя, но главное, что у меня с Богом все окей. Главное, я Бога люблю. Но Библия полностью разбивает в пух и прах эту теорию, это самооправдание. Если ты любишь Бога, ты обязательно будешь любить людей. ты не будешь избегать людей. Потому что если мы имеем общение, общение с Богом, а ведь наша тема сегодня это личное взаимоотношение, общение с Богом, то вот это общение с Богом, оно обязательно к чему-то приведет. И об этом написано 1 Иоанна, 1 глава 6 стиха. Если мы говорим, снова видите, мы говорим, то есть мы много говорим. Если мы говорим, кто говорит, я люблю Бога? А здесь если мы говорим, что имеем общение с Ним, с кем с Ним? С Ним с большой буквы с Богом. Если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, с Богом, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же мы ходим во свете, значит имеем общение с Ним, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И здесь уже идет речь о людях. Это выражение, проявление, это результат отношений с Богом. Общение с Ним имеем в начале. И вот это влияет на твое общение с людьми. А теперь осталось найти людей, которых мы самому себе найти, людей, которых мы избегаем встречи. Нашли? избегаем рукопожатия, не любим, не смогли простить, сами себе как бы внушаем, что простили, но в глубине там кричит что-то другое. И вот я как-то себе подумал, что у меня нет врагов, слава Богу, у меня нет людей, которых я избегаю. как-то так получилось в жизни, а потом сам себе ответил, слушай, друг, ты так не спеши рассказывать, а то так могут быстро появиться, не надо так летать высоко. Но как-то так перебирал в голове, вроде решил, что нет врагов. Возрадовался, потом поразмышлял, ну и как бы типа нашел там один такой маленький, даже врагом нельзя назвать, второй такой, даже не один, а половинка. И кажется, ну как же здесь быть? Ну сам себе объяснил, они же не враги, не враги, но ты же их избегаешь, не буду отвечать. Ну и пришел в прошлом году такой период, когда я все-таки решил, Господи, дай мне силы это сделать. И после этой молитвы к одному приехал домой, к человеку, приехал с цветами, с подарком, к другому позвонил, поздравил, сказал, оба случая с той стороны растерялись, растерялись, не ожидали, говорят, не ожидали, а я в ответ, да я сам не ожидал. И вот такое получилось проявление любви, и кто-то так слушает и говорит, вау, well, Богдан, good job, ну ты молодец. А вы знаете, что я хочу сказать, что это вообще не я, это не моя заслуга. если бы это был я, я бы никогда это не сделал, как я сказал, я сам не ожидал. То есть есть вещи, которые по-человечески человек не может переступить свою гордость, вот эту греховную свою натуру, природу. Мы вроде бы говорим, что мы всех как бы любим, на самом деле это неправда, нужно это признавать, нужно это исправлять, но в чем самый большой прекрасный вывод, это то, что это благодаря общению с Богом. Только благодаря общению с Богом вот это вот соединение результат любовь к людям. И это не твоя даже заслуга, сам ты не такой хороший, как ты думаешь. Но когда Божье влияние, его заряд в нас, тогда мы можем это отдавать и передавать другим людям. И в этом нету нашего. 1 Иоанна 3 глава 10 стих написано «Дети же Божьи и дети дьявола узнаются так». Ох, как серьезно. Здесь важно узнать, в какой категории мы. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего или сестру свою». Только два варианта «Божий или дьявольский». Кажется, так строго и грубо все делится. Вот как нам сегодня важно, важно, просто крайне важно в первую очередь признать, люблю я людей или нет. Так как у нас сегодня перед нами вот это служение причастия, оно так совпало с пунктом, который сегодня мы рассуждаем, результат личных взаимоотношений с Богом. Последствия это любовь к людям. И вы знаете, что я никогда не думал, как тяжело людям иногда бывает признать, признать, что-то в себе признать и найти. И я сегодня вдохновляю вас, братья и сестры, чтобы в наших личных взаимоотношениях с Богом мы помнили, что самое одно из важнейших критериев это искренность и ценность, искренность и честность. Вот если взять только Давида, но я думаю, что если бы я убил бы человека, а потом пришел, покаялся бы перед вами и сказал, братья и сестры, в следующее воскресенье приходите, у нас будет служение причастия, как бы вы на меня смотрели? Вы бы пришли? А вы бы меня простили, если бы я сблудил? Я простите за такие вопросы, да? Очень-очень один человек сказал, простим, но никогда не забудем. Так вот, смотрите, теперь вот этот герой, герой, царь Давид, да? Кажется, такие ошибки совершал, такие ошибки совершал. А почему он назван муж по сердцу Бога? Хорошая мысль, мы продолжим о ней в следующий раз. Почему он назван мужем по сердцу Бога? Отношения. Короткий ответ, отношения. Искренние, глубокие отношения. Поговорим об этом в следующей части, но хочется сегодня призвать всех нас, друзья, чтобы, когда мы дома, когда мы сами, чтобы мы искали личных взаимоотношений с Богом, глубоких, личных. Будьте благословенны. Аминь. Давайте мы встанем для молитвы. Аминь. 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 Продолжение следует...